Первый тайм со счетом 1-1 и пропущенные три мяча во втором периоде. Очередной домашний матч, который футбольный клуб «Саров» провел с командой «Спартак» и «Сбора», не преподнес болельщикам приятных сюрпризов. Итог 1-4 для нашей команды практически закономерен. Сейчас «Саров» находится на предпоследней строчке турнирной таблицы, и шансов пробиться выше все меньше. Сказываются трудности с финансированием, о которых мы неоднократно рассказывали. К тому же команду подкосил уход главного тренера. Алексей Степанюк после пары игр перешел в пешиланский «Шахтер». Строилась команда, я думаю, вокруг этого тренера. И как бы все возлагали надежду на него, что он содержать будет наш коллектив. Но получилось, как получилось, и мы продолжаем играть дальше. Когда это происходит в середине сезона, в любом случае для команды это потрясение, а главный тренер. Ну, стараемся, перебарываем эту ситуацию и движемся дальше. В той ситуации, которая сложилась сейчас, никаких перспектив для себя команда не видит. В чемпионате области играют сильные команды, которые живут футболом. На их содержание тратят деньги, нанимают легионеров и профессиональных тренеров. Это обходится в несколько миллионов рублей. Для сравнения, в этом году Сарову выделили 500 тысяч. Сейчас меняется администрация. Надеемся, что придут люди, которые будут заинтересованы в развитии какого-либо вида спорта, может быть, даже футбола. Я очень надеюсь, это и будут болеть этим. Им, соответственно, нужно будет менять не только отношение к команде, но и отношение к детскому спорту, поскольку это основной, скажем, прирост футболистов в команде. То есть можно закрыть на данный момент футболистами, которые приглашены, деньгами залить. Но я думаю, что это неправильный путь, и по такому не нужно двигаться, нужно стараться воспитывать своих. Сейчас в составе Сарова есть лишь пара игроков, которые уже несколько лет выходят на поле. Но и они не профессиональные спортсмены. В основном наша команда сегодня состоит из молодежи, для кого футбол – это хобби. Много ошибок в передачах, много брака, которые подкадываются на том, что приходится больше бегать, отнимать. Ну и все это идет по нарастающей. И поэтому просто зачастую ребят не хватает на все 90 минут, и ноги сводят, травмы получают. О трудности, которые испытывает Саровская команда, знают и в области. Как считает тренер Борского «Спартака», а эта команда – один из лидеров чемпионата, без поддержки административного ресурса Саров вряд ли сможет добиться хоть каких-то успехов. Я просто вижу ситуацию, что Безруков Сергей Игоревич, он вот шел вперед, хотел, стремился, как бы росли. Но, видимо, не поддержали его. А ведь в любом деле нужна поддержка. А поддержка какая? Финансирование. От финансирования уже идет поддержка молодежи. Молодежь будет расти, развиваться, соответственно, будет результат. Я не знаю, какой курс взяла команда Саров. Не могу сказать. Но вижу, что по крайней мере 3-4 года было лучше. Впереди у Сарова матч с пешиланским «Шахтером». Он пройдет в среду, 14 октября. Сам чемпионат Нижегородской области продлится до 29 ноября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».